Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Юха День 09. И сегодня я нахожусь на канале Аида. Мы будем делать... Ну, будем проходить загадки, которые взрослые не могут решить. Что ж, начинаем! Привет, дружище! Ты на канале JustFing. Как всегда, у меня для тебя множество детективных загадок. Поэтому сегодня мы проверим тебя на хитрость. То есть, обязательно считай свои верные ответы. А в конце не забудь написать свой результат. Вы тоже, кстати. Да. Считайте верные ответы и напишите в конце видео в комментариях. Перед началом я хотел бы напомнить, что самое лучшее, что ты можешь сделать для нас, это подписаться на канал. Это обязательно. И вы тоже подписывайтесь, кстати, на мой канал. Ну, а теперь слушай первую загадку. Когда мистер Хэнк зашел на кухню у себя дома, он обнаружил своего повара мертвым. Отличные загадки. Немедленно позвонил в полицию. Детектив, который приехал очень быстро, начал опрашивать всех, кто в момент убийства был дома. Сам мистер Хэнк сказал детективу, что работал у себя в кабинете и разбирал старые письма. А когда зашел на кухню за чашкой кофе, он обнаружил там повара. Дочь мужчины ответила, что слушала музыку у себя в комнате, а потом решила посмотреть фильм, поэтому даже не выходила из комнаты. Горничная сказала, что мыло полы в спальнях и давно не видела повара. Детектив понял, что кто-то из подозреваемых точно врет, ведь кроме них дома никого не было. А как ты считаешь, кто совершил убийство? Я переслушаю, а то я не понял. Я не знаю. Горничная мыло полы... Это не выходило из комнаты, его просто не было дома. Не знаю, но мне почему-то кажется, что горничная. Всегда виноваты горничные. В руке у повара можно заметить кусок ткани. Именно этого куска и не хватает на одежде горничной. Когда она напала на повара, он сопротивлялся и случайно порвал ей платье. Да ладно? Майк был солистом очень популярной группы. Он ездил с концертами по всему миру, но однажды его нашли мертвым в гримёрке. Полицейские узнали, что в тот день трое фанатов были там после концерта. Все они утверждали, что с Майком всё в порядке. Первый парень ответил, что Майк расписался на его футболке. И с музыкантом всё точно было в порядке. Второй сказал, что он сфотографировался вместе с Майком на телефон, а потом попросил его расписаться на фото. Ну а третья фанатка попросила Майка оставить подпись прямо на руке. Как по-твоему, кто из них на самом деле убил Майка? Я думаю, тот, что хотел попросить фото, потому что он... У него в руках телефон. А если сфоткать на телефон, то фотография не будет вылезать, потому что как бы, ну... Это... Это телефон, а не фотоаппарат. Это логично как бы. Я думаю, тот, что по центру. С фотография которой. Из телефона же фотография не вываливается. Так я... Да, я снимаю. Так. Второй фанат сказал полицейским, что сфотографировался на телефон, но он не мог сразу распечатать фотографию с Майком, чтобы музыкант на ней расписался. Это значит, что парень подготовил фото заранее и соврал детективу, чтобы отвести от себя подозрения. Разве возможно фотографии с телефона печатать? Ладно, продолжаем. В одном городе несколько человек умерло от смеха. Наверное, это самая счастливая смерть из серии. Сумасшедший клоун нападал на людей и убивал их невероятно смешными шутками. Но только одна из жертв клоуна осталась живых. Как ты думаешь, почему? Она в наушниках! Камон, она в наушниках! Серьезно! Она в наушниках, она не слышала шуток? Или она просто... Дело в том, что эта девушка была в наушниках, поэтому не расслышала шутку клоуна. Вот такой вот у нее получился смешной и удачный день. Ну, ясно. А сейчас очень интересное задание. Я загадаю какой-нибудь популярный фильм или мультик при помощи эмодзи. Ну, а ты должен ответить, как он называется. Сейчас узнаем. Вроде бы это... Подождите, я знаю только... А, красавица и чудовище. Этот фильм называется «Красавица и чудовище». Ну, да. Елки-палки. Медленная крыса. Ротодой, что ли, какой? В этот раз я загадал мультик «Черепашки-ниндзя». А при чем тут мышь? А, канализация, типа, нам... Вперед в будущее! Не знаю. Ну, а сейчас ответ пиши в комментариях. Правильные варианты я как... Так, сейчас напишем. Вы, кстати, тоже пишите. Все, готово. Залайкайте мой комментарий. Я тоже лайкну. Во, я читер. Так. Дальше. Всегда буду лайкать. Когда Стив вернулся из торгового центра, он обнаружил, что кто-то украл его деньги из сейфа. Он очень сильно расстроился, но решил не терять ни минуты и тут же вызвал детектива, чтобы он по горячим следам нашел грабителя. По словам этого мужика, точнее, по лицу этого мужика не скажет, что он расстроен. Ив приехал домой к Стиву и сообщил страшную новость. Его ограбил один из его работников. Мужчина решил опросить подозреваемых, чтобы узнать, кто из них соврет. Повар сказал, что весь день был занят на кухне и пробовал новые рецепты, поэтому даже не выходил оттуда. Горничная ответила, что вытирала в доме пыль, а потом решила вымыть... Это горничная. Всегда виноваты горничные. Я это уже понял. ...посуду, которая осталась от приготовлений повара. Садовница сказала, что она обрезала и пересаживала розы в саду возле дома, поэтому не может быть виновна. А его личная помощница ответила, что отвечала на письма клиентов Стива. Детектив попросил их показать свои руки. После этого он сразу понял, кто его обманул. А как ты думаешь, кого задержал детектив? Повар, я сомневаюсь. То, что он... Ну, он мог порезаться деньгами, но... Но он мог и порезаться ножом, он же повар. Окей, повар. Врет садовница. Ведь если бы она работала с розами, их острые шипы бы оставили на ее руках царапины. Значит, она выдумала историю про цветы и на самом деле в этот день ограбила Стива. А вдруг, когда... Сейчас на экране будут появляться логотипы, составленные из других логотипов, известных тебе компаний. Твоя задача — ответить. Что это за компании? Так, ну это ТНТ. Вроде бы как. Да, это ТНТ. Каналы СТС и ТНТ. Этот логотип не узнает только тот, кто не смотрит телевизор. Ну это... Так, я там... Канон. А вот это Яндекс и Канон. Не понимаю. Это же Никон и Кэнон. Очень известные производители ботаппаратов. Сабвэй, Сёрф. Сабвэй, Сёрф. Ушки и пицца. Какая-то пиццерия какая-то популярная, не знаю. В этот раз было непросто. Пиццерия Папа Джонс и Сабвэй. Папа Джонс. Тут Супермен и... Блин, а вот это вот я не знаю. Супермен и Макдональдс. Не знаю. Этот логотип довольно забавный. Он составлен из лого Супермена и компании Чупа-Чупс. А, это... Самсунг. Так, 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 так. Я тут вижу Самсунг. И не знаю. Кроссовки Найк. Самсунг и Найк. Самсунг увидели все. Но только самые внимательные узнали логотип Икеи. Икеи. В отделение полиции поступил анонимный звонок. Мужчина с грубым голосом сказал, что держит в заложниках маленького мальчика и собирается его убить. Он попросил у полицейских выкуп 100 тысяч долларов. А в качестве доказательства он отправил на почту полицейского участка фотографию. Но детективы работали там не первый день. И сразу поняли, что это обман. И жизни мальчика ничего не угрожает. Как ты считаешь, что выдал преступника? Давайте так. Я узнал ответ. Наверное. Этот мальчик сам все выдумал. Во-первых, это не динамит. Ну как, возможно, это настоящий динамит, но он не собирается его взрывать. Этот таймер, это цифры, нарисованные на зеркале. А мальчик, это даже не... Короче, он может сам себе отклеить. У него руки даже не завязаны. У него тут цифры просто нарисованы на стекле. Цифры, они нарисованы просто. Да и к тому же 21 час. Если ты внимательно посмотришь на изображение, то увидишь, что бомба никак не соединена с таймером. А время на ней неверное. Скорее всего, она фальшивая. А мальчик на фото на самом деле заодно с преступниками. Маленькая Энни шла из школы домой. Внезапно грабитель очень крупного телосложения выскочил из-за угла и попытался схватить ее. Но девочка увернулась от него и убежала. На улице совсем не было прохожих, которые могли бы помочь бедной девочке. Грабитель был очень быстрым и без проблем догнал бы ее. Но в последний момент девочке удалось спастись. Как ты считаешь, как же у нее это получилось? Он очень высокого телосложения. Она просто могла зайти... Вот, видите, рядом с этой девочкой такой переулок между зданиями. Короче, такой узкий проход. Такого же, такого телосложения. Девочка туда сможет пройти, а он нет. Он высокого телосложения, так и сказали. Ну, давайте узнаем правильный ответ. Просто Эйнни была очень маленькой и забежала в узкий проход между домами. А толстый грабитель пролезть не с ним. Я же говорил. В этот раз давай проверим твою внимательность. Под одним из этих стаканов лежит шарик. Ты должен запомнить нужный стакан и постараться проследить за ним. Не упусти его из вида до самого конца. Так, посередине мячик, не забывайте. Так. Я слежу. Номер один. Номер один. Он оказался под первым стаканом. Ну что, дружище, как справился с загадками? Не забудь написать в комментарии... Ой. Привет, дружище. Не то. Короче, вы тоже пишите в комментариях. Отгадали вы... Отгадали вы или нет. Что ж, а с вами был Юха909. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok